друзья всем привет с вами светлана я немножко припозднилась с итогами осени но всего лишь на неделю ничего страшного в любом случае это видео актуально прежде всего для меня мне понравилось в этом году подводить итоги именно по сезонно и не хочу нарушать эту традицию и самой интересно понемножечку я все итоги собираю сегодня я хочу поговорить с вами о своих финишах процессах стартах но и не может быть немножко планах а финиши процессы и старт это будут все конечно же осенние за прошедшие сентябрь октябрь ноябрь три месяца и за эти три месяца я неплохо порога делила может быть финишей у меня не так уж и много но все все любимые все классные и обо всех я хочу вам рассказать давайте сразу и начнем вот сейчас они все у меня здесь лежат ну прежде всего у меня был в сентябре очень хороший финиш которого я ждала много лет с 2018 года когда вступила в совместный проект по отшиву вот этого котика черного тогда у меня еще не было своего черного котика но я много их вышивала и продолжаю многих котиков черных вышивать и выбирать для своих вышивок и это был шовчиковый проект о ольге хохла у нее есть блока и она поэтапно выдавала вот части схемы вот такой вот бисерный кот вышивался в первую очередь именно он меня зацепил мне понравилось сочетание большой бисерной зашивки вместе с шовчиками на тот момент я как раз еще много вышивала шовчиков у меня и без корню и какие-то там батончики все это я с огромным интересом вышивала но потом настал момент когда я распробовала хардангер и эта техника они очень перекликаются даже в шовчиках вот в этих схемах шовчиковых есть элементы хардангера очень много но я поняла что хардангер намного для меня интереснее полнее там более интересные швы и может быть сдержание цветовая палитра хотя при желании есть у нас любители сделать хардангер ярким но это тоже на любителя как говорится а шовчики это вот такой вот яркий взрыв всего-всего можно конечно их делать и более спокойными но в любом случае часто мы экспериментируем и вот это тоже такой вот яркий эксперимент первоначально предполагался что это будет батончик но у автора проекта но я не не видела батончика потому что эта форма мне не очень нравится я пару батончиков сшила когда-то тоже в шовчиковой вот этой техники и поняла что это немножко не моя форма они ну не очень мне нравится не визуально как выглядят и вот больше нравится использовать вот такие вещи в качестве игольниц подушечек вот и дошив вот этого кота у меня была большая часть уже вышита но в сентябре я также дошивала вот эту вот часть верхнюю нижнюю и вправо вот эти вот часть вот это вот половинка она тоже была вышита в сентябре и долго лежал этот проект просто нужно было за него взяться я так рада что вышила вот эту вот милоту поняла что на ближайшие годы наверное к шовчиком не вернуть хотя в нашем деле такое зарекаться нельзя забыла сказать что вышивала я это на линде окрашенные мною в фиолетовый цвет это краска джинса она продается в леонардо и обратная сторона вот такая вот получилось хэллоуинистая тут вот репсовую ленту пришила для того чтобы подвешивать не использую эту игольницу по назначению по сути дела это игольница у меня она в качестве декоративной подушки подвешивается к семплеру хэллоуин моему вечному отлила студию я не убираю его он висит у меня круглый год потому что безумно нравится и конечно же вот это вот штучка она также дополняет этот семплер так что я очень рада что таким финишем до жулик тоже рад как всегда как всегда приходит и помогать мне снимать видео и таким финишем закончился этот проект все 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 благополучно случилось потому что мне реально уже надоело из видео видео о всех своих процессов таскать вот эту маленькую работу и постоянно они говорить и говорить о том что да я хочу ее закончить но вот никак да тяжело у меня вот шло говорится я долго запрягала но все завершилось хорошо и благополучно и это очень классно ну а следующим финишем стала вот такая нежность и красота которая не имела вообще никакого отношения к хэллоуину и вообще к моим таким приблизительным планом я планировала осенью вышивать осенние работы и планировала так четко начать именно с этого но как всегда что-то пошло не так вернее даже очень даже так мне захотелось повышевать семплер причем семплер какой-нибудь легкий простой не заезженные интересные и я у себя в схемах которые потихонечку себе так откладываю когда вижу что-то интересненькое дошла вот этот семплер это дизайн сэнди ортон но он выпускался в качестве набора фирмы bucilla и назывался и talking from the heart символ сердца как я понимаю ну собственно здесь вот эта надпись есть и предполагается он как такой небольшой памятный семплер собственно я его так и оформила сделав дату нашей свадьбы с мужем в следующем году у нас будет такой вот юбилей и написав наши инициалы что касается вышивки я сделала ее на белфасте это у меня был фаста молочного цвета 101 схема в наборе предлагалось 14 аида но все-таки для такой нежнятинки хотелось бы чего-то такого нежного и поскольку я вышивала не по набору тут я могла играться как как угодно брать любую основу заменять нитки нитки естественная у меня нет буциловских ниток в запасах и собственно тут цветов то немного и они такие все простые такие вот яркие что ли я просто взяла вот как в интернете в схеме кто-то добрый написал замену в дмс и вышивала дмс здесь есть элементы блэкворка пришиваются ленточки посмотрите как интересно здесь и вот тут внизу вот таким вот крестиком внизу тоже блэкворк может другой здесь также вот рисовый стежок вот такой вот интересно его очень легко делать все есть в схеме которая прилагается к набору вот такой вот шов козлик или херенбон шов называется по моему по-английски ну вот такие вот да и вот такие вот розочки слези дейзи лепестками тоже я делала с удовольствием кстати их я делала впервые как-то не попадались мне схемы с ними и вот было интересно попробовать французские узелки здесь также есть легкая приятная работа начала я ее 5 по моему сентября и закончила 26 при всем при том что не вышивала только ее вот реально этот сэмплер можно вышить очень быстро если вышивать только его он такой интересный крестики здесь и но большая часть крестиков это вот нижний орнамент верхний и вот эта лента лента вот конечно здесь вот просто из-за того что смена цвета идет определенная приходилось часто часто менять часто закреплять иголку но это единственная сложность а так вот когда есть потребность что-то такое повышевать легкое воздушное вот самое но как говорится очень приятные впечатления я пока еще думаю как его оформить ну пока что вот просто любуюсь в неоформленном виде ну а дальше начались не запланированно планированные гуси почему так но этот год у меня такой прошел под знаком марафона гусиных истории от анны пятновой она выпускала свои дизайны и начала еще год назад зимы но это был прошлый год а в этом году у меня вышились весенние гуси летние гуси и я знала что будет осенний проект поэтому как-то ждала его почему-то надеялась что он выйдет в сентябре и поэтому я ничего такого глобального не начинала вот шила то сэмплер вот этот вот легкий буцила мелочевку с котиком занималась и ждала ждала этот проект но его все не было и не было оказывается она его решила выпустить в октябре причем не самого начала но выпустила уже позже и соответственно вот он у меня уже как-то не входил в планы я надеялась наоборот что в конце октября он у меня будет завершён а тут как раз на октябрь пришел пришлось именно разгар всего этого процесса но ничего я справилась и причем справилась с удовольствием потому что здесь в этом проекте появились такие классные гуси как хэллоуинистые летящие на фоне месяца вернее уже полной луны и вот тут я немножко отошла от своего правила вышивать все на основе в сердечко вот такой это у меня мурана серенькая и взяла темный белфаст это цвет голубая ель известный цвет на нем вышивать непросто но тут и уже было деваться некуда потому что ну не видела я луну на белом фоне хотя почему бы нет все все возможно в этом мире но лично мне хотелось именно вот вот такого темного красивого настоящего ночного неба поэтому у меня вот этот вот правый угол остается свободным но я его отрежу при оформлении флажков да я буду оформлять этих гусей также как и предыдущих текстильные флажки это будет уже четвертый сет и все проект завершен конечно он взял много сил это 6 недель 6 недель каждую неделю она выдавала по схеме которую нужно было успеть вышить за эту как раз таки неделю схемы и варьировались в размерах от 2 с небольшим тысяч крестиков и самая большая была вот это вот гусиная гуси вышивают у камина здесь более четырех тысяч стежков ну считая бэк и все 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 такие вот дела но на самом деле эту схему я вышила быстрее всего вот такой парадокс чем больше мы ставим себе задачи цели тем быстрее и лучше их выполняем наверное так да вот эта схема с тележкой с тыквами называется большая потеря мне писали что не характерны черные косточки семечки для тыквы и это действительно так но 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 друзья вот именно этот прикол меня и привлек вот не знаю почему но не не стала я даже думать для того чтобы переделать на белые вот эти вот семена мне очень понравилось вот эти вот черные французские узелки в сочетании с оранжевым цветом тыквы вот этой мякоти но какой-то такой вот тоже необычный необычный элемент именно из-за него там вот для меня этот дизайн настолько интересен вот самый первый дизайн по грибы ну тут самая такая вот осень гуси молодцы собирают правильные грибы мухоморы остаются украшать лесной пейзаж влюбленная парочка под зонтиком здесь фишка листья и сапоги сапоги в горошек класс конечно прозрачный зонтик ну вот такие классные сюжеты последние модные гуси пошопились и довольные среди листопада возвращаются домой вот такой проект у меня получился и вы знаете я подсчитала я подсчитала количество крестиков и у меня получилось 16000 там 100 с чем-то ну в общем 16000 крестиков это размер прям такой хороший за этот размер вот приблизительно такого размера весят в кавычках круги клейтона то есть вот это вот все можно было вместо этого вышить круг клейтона чтобы вы понимали сколько времени эти гуси отнимают вроде бы так кажется что неделька и в промежутках там между другими работами ты вышиваешь этих гусей но у кого мало времени именно действительно времени тот не сможет успеть вышить даже просто одну эту картинку за неделю в общем тут надо было очень хорошо планировать время свое и рассчитывать свои силы но гуси теперь готовы и я рада что все четыре части этого проекта у меня сделаны и в планах теперь только оформить их и менять эти текстильные флажки с приходом каждого сезона продолжу рассказ о своих финишах вот этой лисичкой это фрузилок тоже проект который я начинала год назад осенью 2020 года соблазнившись этими яркими теплыми красками лисички и вдохновившись осенней листвой наверное за окном я начала ее но вот как-то тоже у меня какие-то были другие финиши и лисичка ждала своего часа терпеливо и она его дождалась потому что этой осенью я завершила всего в ней 10 тысяч крестиков и большую часть их конечно я сделала именно в этом сезоне потому что я ее начала отложила тут буквально было вышло совсем немного там что-то на ее воротнике и конечно вся работа была осенью я ее завершила в последний день осени 30 ноября как как и хотелось мне как и планировала знаю что многих это лисичка покорила но на правда такая милая называется набор лисички на осень основа здесь мурана сплэш очень классная 40 цветов дмс или 41 я уже не помню много под но посмотрите какие здесь переходы у нее на пальто ну просто просто фантастика вот цвета играют действительно вот как-то дизайнер все это очень тонко почувствовала дизайнер екатерина бесперстова вот такой вот веночек веночек букет с листиками дубовыми и здесь фоне есть полукрестики это единственные полукрестики которые есть весь бэкстич счетный простой легкий хвостик ее который она обернула вокруг себя луна такая же пушистая дизайн несложный но и не такая вот знаете прогулка по парку легкая здесь маленькие группки крестики крестиков которые сочетаются между собой и конечно вот такая кропотливая работа бэк в основном приходится на верхнюю часть внизу его уже так поменьше сумочка такая у нее тоже кокетливая и фишка этого дизайна является пришивные элементы вот такой вот бисер с двумя отверстиями за которые я пришивала контрастной ниточкой каждый бисер вот такой вот блестящий классный всего было здесь пришивается девять таких бисеринок и одна в комплекте запасная вот тоже об этом позаботился производитель схема в кростич саги официально от производителя поэтому было очень легко и приятно вышивать ну самые теплые самые приятные впечатления уже есть идея как ее оформить уже часть материалов закуплено вот нужно просто посвятить время по ходу в магазин чтобы докупить остальное и тогда я ее оформлю сама и покажу обязательно вам вот такая вот милая рыжая красавица теперь у меня появилась и ознаменовала веху уходящей осени ну а теперь вот он красавец по моему мнению это наверное главный мой финиш осени то к чему я шла не то что трудом да с трудом но и старалась и вышить его именно осенью насладиться вот этими осенними красками мне очень хотелось финиша дименшинс потому что да это дименшинс кто кто не знает вот такой вот набор сняты с производства английский замок красивый дизайн 2015 года но уже к сожалению не производит его дименшинс ну может быть когда-нибудь сделает перевыпуск замок очень красивый как оказалось что это реальный замок замок скотни в граф в графстве кент великобритании я рассказывала историю немножко об этом замке видео с готовой работой это у меня вышивальная неделя там как раз на заставке этот прекрасный замок поэтому здесь повторяться не буду здесь я скажу что набор этот я приобрела в этом году у подруги очень-очень его хотела искала и вот вот она решилась его продать и я сразу его начала мне девчонки говорят давай начинай так мечтала и в знаете это правильно вот если вы что-то хотите вот приобрести и вот печет как говорится не отказывайте себе в этом удовольствии начните неважно может быть сейчас не будете продолжать и продолжите потом и закончите но главное вот этот вот почин сделала я его в мае начала потихонечку к нему возвращалась летом но конечно основная часть работы пришлась на осень как как я и хотела здесь 39 цветов заметьте даже меньше чем в лисичкиной осени и это dimensions gold размер его 34 с половиной на 25 сантиметров и но учитывайте что здесь 18 основа у меня основа из набора цвет айвори если по крестиком брать то двести пятьдесят два на сто восемьдесят крестиков размер и весит он где-то в районе 30 тысяч крестиков я это знаю потому что вышивала по схеме из программы по программе которую делала ольга лукова и сперва я скачала схему бесплатную которая есть в интернете но друзья в ней были ошибки и они меня не устроили я на ней только в начале отслеживала там как-то пыталась а потом когда оля сделала перенабор этого замка перенабор обалденный все все супер все классно работа понеслась и вообще я dimensions люблю вышивать по бумажным схемам мне нравятся их значки я их вижу я их выцепляю я их понимаю но именно в данном случае вот вот связи вот с этим вот с этой пестротой поверьте мне легче вышивать именно по программе это вот самое оно как вы видите здесь огромные такие вот участки где много цветов травы и а все это все это такое требует внимания и определенного настроя поэтому если будете вышивать этот замок имейте ввиду что если вам программа подходит для вышивки она вам обязательно очень и очень поможет но я не знаю нужно ли говорить о том что здесь много полукреста причем полукреста в четыре в три сложения а так как это набор китайской комплектации американской комплектации такого набора никогда не существовало нитки здесь хорошие такие плотненькие в китайских dimensions ну а в оригинальных наборах уже нитки идут чуть чуть потолще чем в американских и поэтому тоже вот такая плотненькая зашивка он вообще нигде не светит я люблю такой полукрест во много сложений поэтому для меня это праздник вот эти места где нужно было вышивать полукрестом в четыре в три сложения вот я просто кайфовала реально и мне нравится как ложится нитка как вот сразу закрывается клеточка и и что не нужно возвращаться вот здесь вообще просто вот черным все зашивалось видите но этот участок он быстро так пролетел а дальше опять вот здесь чередование крестика полукрестика яркие вкрапления ниток всего-всего вот посмотрите какая милая скамейка в арочном проеме причем она реально существует там целый ряд этих скамейк они продолжаются туда вот на территории этого старого замка и конечно буйное буйное цветение и безумно натуральное отражение вот когда я вышивала я поражалась каждому участку добавляя фрагменты цветов я просто удивлялась насколько реалистично и ты видишь что это вот прям вот поверхность гладкая поверхность озера ничем не нарушаемая ни ветерка ничего вот хочется так вот пальцем раз дотронуться и ты понимаешь что пойдут круги от этого прикосновения вот тут вот вот это место в правом верхнем углу вообще легко вышивалась быстро здесь видите не зашитое небо но его и совсем немножко и такое вот многоцветье из полукреста вообще красота красота вот основная часть бека приходится на замок он здесь разный но не сложный его немного если так вот сравнивать по количеству в среднем есть димы и более заморочистые по беку здесь ничего страшного дом бекать очень легко удобно тут все логично такие вот никаких особых неожиданных поворотов ну и французские узелки вот единственное место где они есть можно было бы конечно увлечься налепить их везде где только можно но это дело вкуса я предпочитаю делать французские узелки там где они предусмотрены производителем ну мне кажется здесь особое внимание не на цветы она сам пейзаж в общем и конечно вот на эти вот старинные замковые башни вот такой вот финиш у меня образовался тоже я его в дошила в конце ноября и очень рада что вот сделала именно осенью себе такой подарок любуюсь радуюсь я надеюсь что вы радуетесь вместе со мной ну а теперь давайте поговорим о стартах которые у меня случились прошедшей уже прошедшей осенью и пара стартов из этих стала у меня финишами о них я уже рассказала это бутсила подбором семплер сэнди ортон и гусиные истории я стартовала осенью и завершила их осенью это вот как раз таких два процесса сейчас же те процессы которые я начала какие-то повышевала больше какие-то меньше но в любом случае они у меня остались уже в моем списке процессов и оттуда пока что никуда не делись но это все дело техники и дело времени поэтому чего уж там переживать давайте просто смотреть один из таких процессов это совиный лес наборчик подарены мне они 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 если смотришь привет тебе и спасибо король чертополох сэмплер я очень люблю этот цветок для меня этот цветок красивейшее растение и этот сэмплер ну классный он классный у совиного леса меня вот в наборе здесь схема здесь нитки к ним идут бобинки вот некоторые нитки я уже перекрутила на бобинки некоторые еще у меня вот здесь вот остались в таком же вот пакете все супер мне хотелось повышевать на тот момент когда я начала этот сэмплер мне хотелось повышевать нитками ручного крошения именно такого секционного крошения для того чтобы вот испытать это удовольствие от вышивки крестиком за крестиком мне вот хотелось вышивать каждый крестик закрывая сразу именно таким образом вышиваются работы с нитками секционного крошения и вот немножко повышевав я не знаю ну сколько крестиков 200 наверное здесь сделано белфа здесь из набора он тоже вот так вот обработан уже обожаю когда так производитель заботится о нас потому что я не люблю вот этим даже маленькая осыпающая нитка на меня как-то вот дезориентирует в пространстве и я предпочитаю чтобы края все-таки у ткани особенно у равномерной ткани были обработаны и конечно очень приятно было повышевать вот используя этот магнитик он такой тематический и что очень важно и очень приятно он он реально крепкий он к нему примагничиваются ножницы и и вообще без проблем один из самых сильных магнитов как на мой взгляд это вот у савиного леса молодцы ребята они кладут классные аксессуары и конечно очень хорошо комплектуют свои наборы ну приятно приятно просто даже вот их чуть-чуть повышевал и уже чувствуешь себя вот тут король чертополоха ты себя чувствуешь королевой далее давайте с вами смотреть вот еще один мой осенний старт в сентябре я начала вот такого тигра могла бы его закончить вот на той же неделе но мы же такие не всегда постоянные я начала его кайфанула и отложила но поверьте мне отложила я его не для того чтобы оставить надолго это вот у меня как раз один из кандидатов на завершение в декабре собственно тут и осталось совсем немного напомню вам это мини-голд от фирмы дименшенс winter watch называется дизайн снят с производства к сожалению и наборчик этот дизайн этот уникальный еще тем что в наборе вложена в комплектации 14 аида для мини-голдов это нечастый случай ну и сами понимаете размер мини-голда 13 на 18 но 14 аида соответственно здесь количество крестиков уже по умолчанию меньше и значит этот набор вышить этот дизайн выше можно гораздо быстрее чем стандартный обычный мини-голд из обычной коллекции ну в смысле на 18 основе я вышиваю его остатками пока что еще своих ниток не добавляла это остатками со мной поделилась альбина моя подруга она такого тигра тоже вышивала и и вы видите тут мне осталось то ну не знаю я я вот сейчас не посмотрела но где-то ну процентов может быть я не знаю 60 осталось а может быть и меньше в любом случае это у меня кандидат на завершение тем более у нас год тигра грядет и именно это животное мне больше всего нравится из всего пантеона из всего круга этих созданий тигры это же кошачьи это котики я обожаю котиков поэтому именно такой символ года мне вышивать хочется остальные к остальным к вышивке вообще символов года я весьма отношусь ровно то есть ну кому то нравится кому то нет и могу вышить того же там я не знаю дракона но не обязательно приурачивать и приурочить его году дракона просто для удовольствия а вот тигр тигр вот как-то меня покорил и я чувствую что буду вышивать что-то еще в будущем году но это уже дело будущего а пока что вот такой у меня проекта ну здесь буквально на неделе взять его и завершить поэтому я очень надеюсь что в декабре и он станет моим финишем еще один проект начатый неожиданно по вдохновению но который я планировала вышивать в следующем году но так получилось что вот мы собрались компашкой и вместе замутили вот такой проект это дизайн фирмы димси называется сеттинг аут я его называю овцами когда они появятся тем более тут уже будет понятно но суть не в том суть в том что пейзаж очень красиво и осенне и в октябре когда я его начинала я поняла что это вот именно то что нужно сейчас сейчас у меня вышита половина по моему да половина 51 процент от этой работы вышиваю я нитками дмс на основе от свои гортета линда цвета 562 кажется но в общем такой нежно-голубой классно я очень рада что взяла именно эту основу потому что в наборе лежит 16 основа помельче и ну слава богу что я не взяла белфаст или мурана потому что здесь крестики вышиваются вот так вот достаточно хаотично расположены много всяких цветовых пятен всего 35 цветов здесь дмс и вышивать на более мелкой основе сложнее просто по по технической причине их укладывать сложнее чтобы они выглядели ровненько чтобы не толкались в общем ну я думаю вы понимаете этот проект у меня вот уже вышит наполовину и хотелось бы мне тоже его максимально продвинуть я умом понимаю что за оставшийся декабрь и возможно это это нереально потому что но не так уж и много в декабре времени а часть времени будет занята вообще подготовка к праздникам поэтому тут я сильно загадывать не буду но продвинуть как-то этот проект я тоже хочу так вот чтобы может быть до 70 процентов его довести а там уже посмотрим в любом случае это будет ближайший финиш уже не буду я откладывать его в долгий ящик я вышиваю понемножечку по вечерам основа крупная на линде приятно вышивать глазам моим конкретно поэтому этот проект у меня не вызывает никаких сложностей а только позитив приятные эмоции вот вверх здесь не зашивается такое небо голубое голубое хороший хороший проект и я его очень люблю ну и последний мой старт осенний совсем капельку я здесь вот его буквально надкусила но но хочу очень к нему вернуться это может быть будет на каникулах зимних я понимаю что в декабре этого не получится это новинка от фирмы панна вот такой вот эвкалипт очень стильная очень такая интересная вещь но не смогла я пройти мимо привлекает он вот свои какой-то своим минимализмам своим четкостью и чистотой линии но конечно здесь уйма бэка разноцветного бэка но очень красиво проработанным емкость в которой стоит эта веточка классно процесс я здесь начала совсем чуть-чуть вот сколько повышевала столько вот и есть и и вышиваю на родной основе здесь аида 18 каунта белого цвета ничего я не стала менять вот хочу вышить так как есть тем более 18 каунт издалека здесь дырочки не так уж и будут видны я думаю все хорошо хочу вот вот просто вышить как сказать оригинальную комплектацию может быть и зря может быть не зря но конечно она более жесткая чем если бы я взяла мурана на мураном намного проще было бы единбург я не вижу смысла брать до каунт тот же но единбург он понежнее и в любом случае вот для меня единбург это вышивка в одно сложение через две нити переплетения все-таки это для меня выглядит лучше уже в два сложения вышивать на единбурге да можно укладывать эти крестики но как-то будет уже не то но это я немножко так уже пофилософствовала красивый очень сюжет к нему есть еще ветка эвкалипта парные ветка оливы и олива по-моему называется красивые сюжеты выпускает фирма панна вообще они большие молодцы ну и этот сюжет я обязательно продолжу но пока что в ближайшее время этого не обещаю поэтому он у меня пока в планы и на декабрь не входит ну а теперь мы с вами дошли до процессов которые были у меня в работе до начала осени которых я успела повышевать этой осенью и и один из них это ланарты а пионы и помеи вот такой вот нежнейший красивейший дизайн это мой первый ланарты я начала его весной этого года очень жаль я уже понимаю сейчас что я его не успеваю завершить но к нему я хочу именно настроение пока что у меня было осенью вот реально было такое оранжевое настроение но на осень не ножом на желтизну листьев настроенная больше и поэтому я в сентябре чуть-чуть повышевала пока было тепло и хорошо и отложила но это не значит что я о нем забыла нет все все в порядке все хорошо этот процесс обязательно будет продвигаться но у меня все процессы все все любимые как как и у всех нас основа здесь 30 каунт лен приятненький такой полупрозрачный и вышивается работа в одно сложение посмотрите какие крестики получаются хорошие в одно сложение не надо заморачиваться об их ровности классно приятно очень приятный процесс рекомендую всем и для меня вот ланарты это конечно это прежде всего легкость это вот это настроение воздушности акварельности и цветы у ланарты это конечно супер это прекраснейшие разработки это наверное как вот новогодние сюжеты у дим у фирмы дименшинс да вот так же у лана у ланарты это цветочные дизайны number one а там уже да есть шикарные разработки серии с людьми с этническими мотивами африканка тоже это тоже вообще просто хит настоящий у ланарты но все-таки разработки цветов для меня это самое самое любимое ну а пионы и вот эти вот в юночке и помея их называют да это вообще тоже обожаю эти цветы но но всему свое время в январе вышивать цветы может быть мне и захочется посмотрим но пока что вот на декабрь они у меня не идут чего я не могу сказать о следующем моем процессе а следующий процесс это эльза вильямс тоже процесс истории я его начинала дай бог памяти в каком году по моему в девятнадцатом году и да и вот в этом году взяла для того чтобы продолжить и продвинула я и очень хорошо эту работу напомню это набор фирмы джейсией дизайн эльза вильямс называется осенний крытый мост старинный снятый с производства набор в свое время мне просто повезло его купить он был в одном экземпляре все больше там я его уже в этом месте не видела но 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 самая главная тема которая здесь это крытые мосты это просто вот моя любовь и яркие осенние краски и здесь и рыбалка папа с сыном и дети вон бегают там вдалеке с собачкой кстати они-то у меня уже вышиты ну даже вот видно да вот здесь они у меня сделаны как вы видите у меня на работе сразу где я вышиваю делаю бэк частично он у меня сделан здесь вот и на церкви очень хорошо идет процесс 14 основа цвета айвори на 14 конве вышивать легко 30 на 30 сантиметров будет размер по итогу готовой работы ну вот смотрите здесь уже у меня обозначился мальчик шляпе здесь его будет папа стоять так что да я думаю у этой работы есть все шансы быть завершенные в этом году я к этому буду ее везти потому что но это реально вот любовь моя и конечно я хотела ее завершить осенью но там были какие-то другие неожиданные проекты вот если бы я гусей не вышивала да и легко бы завершила крытый мост но всему свое время все-таки одно мы там планируем что-то а другое как все случается по факту и наверное все что не случается оно и к лучшему значит так надо было сейчас вот именно в данный момент и я вышиваю очень много именно крытый мост и в следующей вышивальной неделе которую вы увидите я думаю там будут уже хорошие продвижения планирую завершить угол но это уже как говорится другая история а сейчас этот процесс у меня становится моим главным основным флагманским так уж захотелось вот я разрывалась что же я буду завершать в декабре либо из таких процессов которые побольше либо вот этих вот овечек либо крытый мост но вот рука потянулась именно крытому мосту поэтому да поэтому будет он дальше у меня в планах завершить мини-голд от dimensions тигра я думаю это вполне себе реальный план все здесь мне будет по силам и еще сделать финиш одного мини-голда маяка который я начинала летом вот к нему я не притронулась осенью вообще не сделала ни крестика не полукрестика он тоже небольшой и и в общем-то я думаю вполне реально его тоже будет завершить в декабре но вот видите как начало декабря у меня ознаменовалась тоже внеплановой работой я шесть шесть дней вышивала крампуса от алиса окняс об этом есть видео в предыдущей вышивальной неделе проходите пожалуйста кто не видел их хотите испугаться ну это уже такое дело вкуса как говорится поэтому да что-то врывается неожиданно но я считаю тема интереснее мы можем планировать сколько угодно но если видим какую-то вот работу которая просит и говорит вот ты должен меня вышить прямо сейчас я думаю не стоит сильно этому противиться а нужно просто брать и вышивать вышивать и кайфовать от того что мы делаем не загоняться по поводу планов успеем не успеем конечно очень здорово и интересно когда видишь когда кто-то из наших блогеров четко так планирует весь год раскладывает по полочкам и потом четко достигает одну за другой цели это конечно тоже интересно но хочется всегда какого-то вот случая места неожиданности я понимаю что я точно так не могу постоянно что-то появляется новое к чему-то тянутся руки и но также не забываем о старом вот пожалуйста вам пример кошку вернее кота черного я завершила лисичку тоже завершила с прошлого года сейчас продвигаю эльзу вильямс который у меня тоже лежала немало времени так что все потихонечку рано или поздно завершим вот на этой оптимистичной ноте я хочу завершить свои осенние итоги а вам пожелать мега вышивального вдохновения продвигать свои процессы и самое главное получать от них только позитив и только положительные эмоции все друзья до новых встреч в эфире с вами была светлана пока